Сезон кашля, насморка, температуры в разгаре. И это без учета пандемии. Но на ее фоне любое недомогание, как звоночек чего-то большего. Страх растет вместе с цифрами. В крае зарегистрировано 20 тысяч пациентов с ОРВИ. Гриппующих среди них пока нет. Как раз к сезонному гриппу Минздрав готовится основательно. Сначала привить от него планировали 1,2 млн жителей. Теперь планы расширили. Целевой показатель до 60 процентов. Это та корректива со стороны Минздрава России, которая позволит дополнительно к этому количеству еще привить более 170 тысяч человек. Возможная вот та ситуация, когда происходит микс инфекция, одновременно ковид и грипп. Как это будет? Насколько это будет тяжело? Этого не знают даже ученые. Но жители ищут ответ. Ставить ли прививку сейчас – больной вопрос. Ведь повышение температуры и общее недомогание – признаки простуды и ковид-19. Валерий Шевченко объясняет, перед вакциной каждого пациента осматривают на предмет противопоказаний. Теоретически больным прививку не поставят. Вариант, когда перед вакцинацией стоит неделю посидеть дома, слишком идеален. Поэтому остается рисковать. Сейчас более того самый удобный момент, когда еще не развился стандартный период подъема заболеваемости ОРВИ. Когда еще просто банальная ОРВИ не накладывается на вакцинальный период. И есть возможность и время сформировать надежный специфический иммунитет против гриппа. Тем более, что в этом году ожидает появление новых штаммов. Впрочем, для многих прививочников это скорее традиция. Татьяна с детьми ходит на вакцинирование лет 20. Ее опыт удачен. После прививок грипп приносили легче. От него укол уже поставили. Теперь выжидают время, чтобы поставить еще один. Впервые в жизни. От пневмонии ставится прививка только от бактериального типа. Когда идет коронавирус, все это знают. Если человек болеет, то бывает, что подключается еще с бактериями связанной пневмонии. Человек болеет гораздо тяжелее. В любом случае, рецепт здоровья каждый выбирает для себя сам. На этот момент от гриппа привились 400 тысяч жителей края. О пересечении действия вакцины и коронавируса пока не сообщалось. Анастасия Дорога, Николай Щелку, Андрей Петеркин, День с толком.